Всем бобра, дорогие друзья, с вами Винди, и сегодня я расскажу вам про то, как лучше всего играть в Five Nights at Freddy's 3. Пока я проходил всю Five Nights at Freddy's 3, я понял, что на самом деле игра-то достаточно простая, гораздо проще, чем FNAF 1 или FNAF 2, и если понять тактику игры, тогда вам никакая ночь не будет проблемой. Давайте сначала разберемся с нашими противниками и начнем с фантомов. Фантом номер один, фантом Фредди, кличка Федя, имеет очень странную привычку прохаживаться у вас за окном и после этого, прячась под землю, выскакивать у вас перед лицом. Противная и агрессивная личность приходит к вам в офис сама по себе, однако так же, как продавцы в Евросети, побеждается игнорированием. Не обращайте на него внимания, он на вас не нападает. Следующий фантом Биби, кличка Мелкая Шныга. Ни капли не воспитан в детстве, любит в камеру лезть лицом. Если вдруг вы на него смотрите, тогда он перевозбуждается и с девизом «Ахаха, на меня смотрят!» выпрыгивает к вам в офисе. Побеждается резкой сменой камеры сразу после того, как вы его видите. Эта падла может появляться на любой камере, не имеет каких-либо особых привычек. Следующий это Фантом Паппетт. Особые приметы всегда появляются в одной комнате. Если вдруг вы смотрите на него довольно долго, он сразу лезет целоваться. Появляется у вас в офисе, заглушает свет, создает романтическую обстановку и пытается вас соблазнить взгляном в глаза. После того, как смотрит на вас примерно секунд десять, понимает, что здесь ловить нечего и идет на поиски другой жертвы. Правила борьбы с ними такие же простые, как борьба с гопниками. Просто не заходите на его райончик. То бишь не смотрите в камеру шесть. А если вдруг пришлось зайти, просто не вглядывайтесь. Фантом Фокси. Кличка Пират. Особые приметы терпелив. Готов стоять в левом краю офиса хоть до скончания дней, пока вы не пойдете починить какую-нибудь из систем. После того, как вы поворачиваетесь на дверь, наскакивает на вас и громко говорит Бу. Неприятно, страшно, в общем, неприятный лис. Фантом Чика. Кодовое имя Жируха. Из-за того, что с ней сняется своего лишнего веса, никогда не появляется на камерах, однако иногда появляется в автомате. Как большинство страшных людей сильно злится, когда вы вдруг на нее долго всматриваетесь. После того, как вы видите ее стрёмную рожу, она появляется у вас в офисе, делает Бу и уходит. Чтобы вы снова не успели назвать ее жирной. Правила борьбы с ней такие же, как с марионеткой. Просто не заходите в камеру 0.7 и она вас никак не парит. Если Фантом вдруг на вас наскакивает, тогда вы вырубаетесь на несколько минут, Спрингтрап спокойно путешествует по всей локации, И одна или две системы рандомно ломаются, что заставляет вас потратить время еще на починку. В общем-то говоря, на ночах после 4-5, тот момент, когда на вас набал Фантом, уже значит почти что конец игры. Но иногда получается выкарабкаться. Еще есть парочка Фантомов под кличкой Скрытые. Первый Мангл. Кличка Крикло. Как только вы его замечаете в комнате Фокси, тогда он сразу начинает вам орать и подло выглядывать на вас из-за стекла. Я тебя вижу! Фак! Способ борьбы просто не заглядывать в комнату с Фокси. Также говорят есть Голден Фредди, что он делает вопрос, как он появляется вопрос. Имеется ли он вообще в игре или это фейк? Вопрос. Но сказать о нем стоило. Ну и гвоздь нашей программы Спрингтрап, кодовое имя Ушастик. Особые приметы, страшно доверчив. Если вдруг слышит какой-то детский голос, сразу бежит туда узнавать, кто это сделал. Любит ползать по вентиляциям, однако оградки легко это контрят. Находится в очень плохом состоянии, поэтому когда находится где-то неподалеку от вас, скрижечет всеми своими деталями. Поэтому звук вы можете определять, когда ваша задница в опасности. Но помните о том, что Федя тоже очень любит издавать такой звук, таким образом маскируясь под Спрингтрапа. Так же, как и Марионетка, пытается вас соблазнить своим взглядом. Когда приходит к вам в офис, очень долго тянет время, пока стоит и выглядывает на вас из-за поворота. В отличие от остальных аниматроников, убивает вас, если все же вас ловит. А теперь давайте перейдем к тому, как бороться со всем этим сбродом. Значит, помните, что основной наш противник это ушастик. Вы должны всегда за ним следить и иметь понятие, где он находится. Хотя бы примерно. Как я говорил раньше, ушастик очень доверчив детскому голосу. Поэтому, если он услышит этот голос, он пойдет в комнату, из которой этот голос донесся. Он услышит только, если он находится в соседней комнате. Это важно. То есть, если он находится в комнате 7, а вы сделаете в комнате 9, это не даст никакого толку. Звук нужно создавать только в соседних комнатах. Еще одно правило помехи, ваш друг и защитник. При помощи помех вы всегда можете определить, пошел ушастик, куда вы его заказали или нет. Напомню, что помехи создаются, даже если камера не работает. То есть, если вдруг вы направили камеру на комнату, где находился ушастик, и после этого камера сломалась, а ушастик ушел, в момент ухода спрингтрапа камера все равно начнет рябить сильнее, чем обычно. Таким образом, вы можете узнать, что именно сейчас нужно сделать звук в этой комнате, чтобы спрингтрап вернулся на свое место. А после этого спокойно можете идти и чинить камеры. Значит, в двух словах, тактика всей игры заключается в том, чтобы держать спрингтрапа между двумя камерами. И при этом, когда ушастик приходит в одну из комнат, которые вы знаете, и в которой есть вентиляция, тогда вам следует заранее закрыть вентиляцию, потому что на ночах после четвертой он по этой вентиляции прилетает к вам молниеносно. И если вдруг вентиляция не закрыта, он сразу появится у вас в комнате и скажет вам привет, а потом откусит голову. Итак, давайте теперь я расскажу про то, как я конкретно предпочитаю играть. Значит, я предпочитаю держать его между девятой и десятой камерой. Почему? Потому что там нету ни Чики, ни Фокси. Нас беспокоит только Балумбой, который иногда появляется на этих камерах, но от него достаточно легко избавиться. Просто переключите камеру. Плюс девятая и десятая камеры находятся достаточно далеко от нас, поэтому у нас есть время среагировать, если вдруг что-то пошло не так. После того, как я привел его в десятую комнату, я закрываю вентиляцию, которая идет от десятой камеры ко мне, и просто держу камеру на нем, пока экран сильно не заребит. Как только он сильно заребел, я сразу нажимаю на кнопочку «издать звук». После этого он возвращается на свое место в десятую камеру. Если вдруг сломалась камера, тогда я все равно дожидаюсь момента на этой камере, пока не появится сильная рябь, потом нажимаю кнопочку «издать звук» и только после этого иду чиниться. Если вдруг он уходит с десятой камеры, тогда я сразу проверяю девятую камеру, закрываю там вентиляцию и начинаю пытаться снова вывести его на десятую камеру. Если вдруг он выходит из девятой камеры, тогда у него единственный вариант в шестой. И тут возникают проблемы, поэтому лучше его оттуда не выпускать. В шестой камере обычно обитает марионетка, поэтому будьте аккуратны. Если вдруг он ушел, то просто по одной камере введите его обратно к девятой и десятой камере. Допустим, если он вдруг случайно оказался в пятой, тогда вы выводите его сначала в шестую, выжидаете, пока там появится рябь, после этого вы выводите его в девятую, выжидаете, пока там появится рябь, и после этого вы выводите его в десятую. Закрываете вентиляцию и держитесь. Если вдруг все пошло не так и он куда-то пропал, тогда я лично начинаю прощупывать все при помощи издавания звука в рандомные комнаты. Если он вдруг находится в соседней комнате, тогда в комнате, в которой я только что издал звук, появится немедленно ряд. Значит, он уже там, и значит, его можно везти обратно в девятую комнату. И еще советик напоследок. Вы не проиграли, пока он не напал на вас. Даже если он уже выглядывает на вас из-за угла, тогда вы все еще можете его вывести из своего офиса. Если ушастик находится за стеклом, тогда стоит выводить его в пятую камеру. Если он находится уже за углом, тогда его стоит выводить в первую камеру, а из нее пытаться вывести его в вторую. Вот, в общем-то, и все основные правила, ребята. Я, конечно, не могу вас подготовить ко всему, но основные правила такие. Просто следите за аниматроником и ведете его к камерам, которые вам удобны. Закрывайте там вентиляцию и не паритесь. Именно таким способом я прохожу все ночи, и буквально недавно прошел снова всю игру на хорошую концовку. Поэтому эта тактика отработана и проверена. А на этом все, дорогие друзья. Всем спасибо за просмотр. Пока-пока-пока. Удачи!